Пребывание Николы Пашиняна у власти в настоящий момент полностью отвечает российским национальным интересам. Так считает российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. Он подписал трехстороннее заявление от имени Армении по итогам войны в и должен выполнить его в полном объеме, от и до, написал в своем телеграм-канале российский эксперт. По мнению Караченко, Россия на официальном уровне не будет поддерживать армянскую оппозицию и способствовать свержению Пашиняна. То, что происходит в Ереване – внутреннее дело самой Армении. Отказ оппозиции в Армении начинать консультации с пемьер-министром Николом Пашиняном по вопросу досрочных парламентских выборов, настаивая на его немедленной отставке, свидетельствует о затяжном политическом кризисе в Армении и дальше ситуация может стать только хуже, отметил он. Сегодня положение Армении, как у старухи из известной сказки Пушкина, которая оказалась у разбитого корыта по итогам 44-дневной войны. А ведь дальше Армения может вообще остаться даже без этого корыта, то есть вообще без ничего подчеркнул аналитик. По словам Караченко, отказывающийся уходить в отставку Пашинян не только опасается за свою безопасность после сложения полномочий, но и намерен начать восстановление страны в новых геополитических реалиях, когда никакого второго армянского государства на чужой территории больше нет и уже никогда не будет. Что предлагает обществу армянская оппозиция, где очень сильны позиции карабахского клана? Идею реванша – путь превращения Армении в этакий второй Израиль на Южном Кавказе, который будет мочить своих соседей и доминировать в регионе с опорой на помощь России. В случае с Израилем эту роль играют США. Но кто мешал тому же карабахскому клану вместо коррупции и обкрадывания своего народа построить этот самый армянский Израиль? Никто не мешал. За 25 лет вполне можно было это сделать. Не сделали за прошедшие 25 лет, не сделают и за следующие 25 лет. К тому же Москва не будет датировать Ереван, вне зависимости от того, как фамилия и какая партийная принадлежность премьер-министра Армении. Да и соседи у Армении – это не палестинцы. С одной стороны Турция, с другой – Азербайджан. Сунешься их мочить – тебя самого замочат. Плюс ОДКБ и Россия в этом случае не окажут никакой помощи Еревану, если тот станет агрессором. Вот и получается, что при всех раскладах мирный Пашинян, который стал пацифистом по итогам Второй Карабахской войны, для армянского общества и Армении в целом гораздо предпочтительнее, чем те ястреби, которые призывают к реваншу, которого никогда не будет, заключил Игорь Караченко.